МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадиокомпании Гомелю, студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Великий кадровый день у Палации Незалежности. Геннадь Соловей назначенный старшиней Гомельского облвыконкама. Узгодено назначение широкого керовников райвыконкамов. Выкористать каждую хвилину. Зерневые культуры в регионе убраны большим на 40% площадь. Память сердца Алексея Громыка, внук знакомитого дипломата, наведал малую родимую деда. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Великий кадровый день у Палации Незалежности. Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко зарабил широкого назначения и узгоднения. Так, старшиней Гомельского облвыконкама назначенный Геннадь Соловей. До этого первый наместник старшиней выконкама. В разговоре с губернатором акцент сделан на проблемные пытания. Там целый клубок проблем. И мне кажется, несмотря на то, что самая южная область, она сложнее даже, чем Гетевская. На перспективу. Там надо очень серьезно поработать. Начиная от севооборотов и заканчивая промышленными гигантами. Единственное, что является ситуация на Гомсельмаш. Я полагаю, вы уже уникли достаточно. Руководитель неплохой, я чувствую. Понимает, что надо делать. Но не допускайте никакой фальсификации. Вы видите, что произошло на Гомсельмаш, когда они отчитывали, что они комбайны произвели. А там комплекты комбайнов валялись на складе, даже неукомплектованное. И все, начиная от Румаса Качанова и Турчина, и заканчивая главами администрации, все там ходили и не видели, что происходит. Тогда вот героически приходится преодолевать те препятствия, которые там возникли. В общем, мужики, не мне вам объяснять, что надо делать. Идите и начинайте работать. Сегодня же президент узгоднил назначение Дмитрия Корчука генеральным директором Белорусского металлургического завода. Старшиней правления Белорусской универсальной товарной биржи стал Александр Смоловский. Керавник державы узгоднил и 12 старшиней районных выканкамов. У приватности старшиней Житковицкого райа и выканкама будет Александр Сидаренко. Кармянский район означает Андрей Турук. У размове с новыми керавниками районов акцент на политику и экономику, причем у самым актуальном ракурсе. Горячая тема – уборочная кампания. На полях краины уроджай минимум у 9 миллионов тонн, и убрать его треба якосна. Зусім худко нас шукает важная политичная кампания. Это соправный экзамен для улады на местах. Головное для новых керавников – не примать необдуманных решения у относенных до людей. Особное доручение – забеспечить свою часовую выплату и рост заработной платы в регионах. Обстановка в районах, в которые вы направляете, разная. Но в целом, в общем, она стабильная. Люди нас понимают, люди поддерживают нынешнюю власть. Не без критики. Хватает критики – это хорошо и это правильно. Поэтому надо разговаривать с людьми. Ни в коем случае не должно быть никакого давления. Надо их информировать, разговаривая с ними, информировать их и просить. Отнеситесь по-человечески к людям. Ну, естественно, это экзамен. К нему надо готовиться. Смотрите, может, где-то что-то надо подчистить, поднять. Не только в агрогородках и районных центрах. Тут мы более-менее, где больше, где меньше, порядок навели. И рабочие места создали, людям работу дали. Поэтому сейчас очень важно посмотреть на выплату заработной платы. Постарайтесь сделать все, чтобы эта заработная плата была, ну, если недостойной, везде это не сделаешь. Ну, терпим. Чтобы люди понимали, что сегодня такая у них зарплата, завтра при определенных условиях она должна быть выше. Обязательно должен этот быть прирост. Но не ради того, что у нас выборы. Потому что люди это очень плохо воспринимают, когда это делаешь по какому-то политическому случаю. Этого делать нельзя. У нас потихоньку-потихоньку, там пусть на 5-8%, но есть движение и приросты пенсии, и пособий, и заработной платы. Люди это видят. Но все-таки выборы. Надо обратить внимание руководителей, всех, что зарплата – это святое. Это основной источник дохода нашего населения. Ее надо выплачивать вовремя, ну, и обеспечить рост этой заработной платы. ЗАРНЕВАЯ КУЛЬТУРА Згодно с оперативными даденами, зараз зерневые культуры на Гомельщине убраны на 43% посявных площадь. Это позволило отримать 330 тысяч тонн сборжа. А прочее того, в регионе появились новые механизаторы-тысячники. Зараз в этом списке 22 водителей, 5 экипажов-комбайнеров. С некоторыми из их сустрелись наши корреспонденты. У агрокомбинации Полдневый зараз самый экватор. ЗАРНЕВАЯ КУЛЬТУРЫ УБРАНЫЕ НА ПАЛОВЫ ПЛОШУ. Даже в ближайшие дни сеноптики не прогнозуются, тому механизатору есть реальная махчимость убрать палетки с минимальными стратами, а так само повеличить свои уластные рекорды. У минулый 6-вер водителя Александра Коноплеча повиншовали с первой перевезенной тысячей. Кали на дворе не перешкоджая, на протягу дня он рубит по 7-8 рейсов. За одну поездку его массу перевозить 20 тонн сбожжа. 10 лет машины. Ну так, поддерживаем, ремонтируем. Когда время до уборки, перебрали все ее. Думаем, что выдержим уборку. И машина тоже. На рахунку комбайнера Анатолия Кауганова по стане на сегодняшнюю рейницу было 780 тонн на молочного зерня. Кажут, что в любом выпадке заповедная тысяча у него будет обовязково. Тем более, что это уже традиция. Неколький сезон он завершает с таким выником. Я в прошлом году тысячу на молочном районе тоже первый тысячник был. Тут тоже подхожу к тысяче уже. Но так нормально все идет. По урожайности зерневых агрокомбинат Паудневый на Гомельшине серот лидеров. Лепший показчик у агрокомбината Холмич Рышевского района. 54 центнера с гектара. У Гомельшан крыху больше, как 40. Причем та еж пшеница давала и до 70 центнера с гектара. Мы при посеве и при уходе за зерновыми соблюли все технологии, которые по регламенту. И поэтому мы получаем урожайность, конечно, не ту, которую бы хотелось, но где-то в пределах 60-70% от желаемой. Выше из середнябластного показчик и по урожайности рапсу. Хоть это не той выник, на який разлишвали в осенью. На сегодняшний день господарка полностью выконала держзаказ по этой культуре. Остатние зерни пошли перепрасовывать на уластном рапсовом заводе. Алексей Серов, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». Унук Андрея Громыки наведал малую родимую деда. Это другие его визит на Гомельшину. Тем не менее, по словах Алексея Громыки, уроженил от поездки вельми шмат, як и новых знаемств, а так само домовленностям об супрацовнестве. Алексей Громыка – директор Института Европы Российской Академии Навук, член-корреспондент РАН, старшиня Ассоциации с внешнеполитичных доследованием имя Громыки. За один день ему удалось наведать родные мястины деда в вёску Старые Громыки, побывать и в установах, где заховывается память об Андрею Громыку, погуторы с мясцовым насельництвом. Именно тут, на Гомельшине, у будущего выдатного дипломата формировался святопогляд и вызначились житёвые каштовности. В 15-й год он прожил в вёсце под веткой, затем была в учебу в Гомеле, Борисове и Минску. С Беларуси Андрей Громыка уехал у 25-ти годового возраста. Вот за этим столом он много-много лет работал. За этим столом я написал свою кандидатскую диссертацию. Ну, естественно, до меня за этим столом много лет работал мой отец Анатолий Андреевич. Так что этот стол для меня тоже не что-то напоминающее только деде, но стол, который связывает меня и деда как учёных. Он защитил кандидатскую диссертацию уже в Москве в 1936-м, а в 1956-м он стал доктором экономических наук. То есть это было где-то за год до того, как он был назначен министром иностранных дел СССР. И не зря, конечно же, он считал дипломатию и наукой, и искусством. И, может быть, он добился многое в дипломатии, в том числе потому, что сам по себе был учёным, то есть человеком системным. Книги аутерства Андрея Грамыки и сегодня не стратили актуальности. По раннейшему их называют «вучебниками по дипломатии». Всё лето до 110-годового юбилея с дня народжения нашего вядомого земляка рыхтуется выпуск книги. Это будут вспоминны правыдатного дипломата с широком науковых артикулов про ключовые эпизоды его деяности после 1945 года. В Гомеле прошёл международный взлёт ветеранов боевых деянов «Память безмежа». Восьмый год запор наш регион ладит такую масштабную встречу войнам-интернационалистов. Аналогов её и не ма. Трогдённая программа взлёту началась с урожистого митинга для опомника воинам-интернационалистам и ускладания кветок довечного огня. Протягнулася спортивными споборництвами и творчими выступлениями. Наш корреспондент Вероника Гамзюкова завитала нас встречу. «Память безмежа объедного ветерана». Удельники боевых деянов семи краин собрались на штугодовый взлёт в Гомельской области. В этом году одразу две подставы. 75-ти год за вызволение Республики Беларусь от немецко-фашистских захопников и 30-ти годовый юбилей вывода советских войск из Афганистана. В программе спортивные споборництвы и обмеркование суместных проектов ветеранского руху разных краин. Забавляльная программа взлёту началась с показальных выступлений у подразделения у спецназа войсковой части 55-25, а протягнулася святочным концертом. Спевали лауреаты фестивалю военно-патриотичной песни «Беларусь земляратной славы». Темчасом аматоры активно голоду життя удельничали у споборництва похульнявых видах спорта, а так само дарте и стрельбе с луком. Наверное, наши ветераны вспомнят те песни, которые родились на афганской земле, вспомнят песни, которые об Афганистане, о других странах и так далее, патриотические песни. Подпишем некоторые документы, я знаю, что наши друзья из Латвии, наши друзья из Молдовы подготовили договор о сотрудничестве. Удельники взлёта прошли выпробование войной. Сегодня их объедуло новое братерство, которое выступает за мир во всем свете и сябростопа между народами. Гости из Латвии приезжают сюда каждый год чтобы встретить своих военных сябров. Мы являемся наследниками, так уж волей судьбы сложилось, воины-интернационалисты, являются прямыми наследниками сохранения памяти, и наша задача это дело продолжить. И призываем всех людей в мире сохранять мир и дружбу и благополучие во всем мире. Мы едем с чувствами, с эмоциями повстречать друзей, пообщаться, потому что в нашем афганском братстве нет латыша, нет русского, нет белоруса, мы все едины. Пока у людей удельничали из поборниц, и глядели святочный концерт, другие вспоминали подеи военного часа у Колеса Броу. Песни под гитару, это неотъемная частка с устреч афганцев. И тогда ты, старушка, поймешь, и меня не ослужишь. Ордина, как у нас, на базаре не встретишь, не будешь. Вероника Гамзюкова, Андрей Иванов, телерадио-акампания Гомель. Полесский гастрольный тур спектакля радио «Прудок» завершился двума аншлагами у Гомеля. Уникальную постановку проставили артисты Национального академичного театра имя Янки Купалы. Постановку оценила и наш корреспондент Ганна Коральчук. Его называют сучасным феноменом белорусской культуры. Спектакль «Радзева-Прудок» створили по книзу журналиста и дворника Андрея Горвата. В формате мастацких дзенников автор рассказывает про свой переезд из Минска у хату деда увез цепрудок Калинковицкого района. Провертание до коронев и родной земли. Роли выконывают три актеры. Михаил Зуй увасабляет головного героя. Светлана Аникей и Дмитрий Ясеневич от четырех до восьми персонажей. Атмосферу дополняют 50 оригинальных композиций, написанных труппой. И намалеванные от руки складанные светловые проекции. Работу Катерины Шамановича, якая распрацовала костюмы, отзначили гоноровые премии Ивана Ушакова. Не сенсу тем, как ездить, ходить с плугом, ну, власно каже, годовать кого-нибудь с яких-нибудь живел, а просто, как вертаться на это место, на место силы, заставаться самим собой, ведать, что твои родители тут жили, любить и брать отказанность за той ковалок земли, на якем ты живешь. Тому, может быть, этот дауншифтинг, я его, это не повязково, не повязково таки протест. Это просто вертание до себя. Показ прошел на сцене областного драматичного театра. Тут же разместили глядачу, кресла яких расставили по периметру пляцовки. Камерность обстановки и отсутность мяжи по межсцены и залы дозволила гостям отчуть себе часткой постановки. Все, я целиком счастливый, потому что у меня есть полкило болезненной земли. Когда я хочу до дома, я высыпаю землю на газетку и становлюсь на ее бассановщем. За плюшечкой в очи чую прыгать. 1200 километров за 10 джон таким стал гастрольный маршрут спектакля по Полесе. У Кожным с Городов показы проходили за аншлагами. Усяго на шести выступлениях в Бресте, Пинску, Калинковичах и Гомеле побывали больше за 600 глядачов. Генеральным партнером тура «Полесские хроники» и самой постановки «Радзева Прудок» стала компания «Велком А1». Гэта тое, што пачалося с фейсбук джонников, потым перетворилося у книгу, потым стала спектаклем. Зараз працягваецца у фармаці такога наступнага твора Андруся, який называецца премьера, який так сама присвечаны постановце ягод ту першай книги. Яна вельми популярна, я бы сказал, пасаправданому культовая постановка у Минску, таму што билеты квитки на ЕЕ распадаюцца литерально за три години. И нам было, как компания «Белкома-1», вельми важно, как я ее побачила и в инших регионах Беларуси. Нагадаем, что премьера спектакля отбылась на сцене Купаловского театра в мае 2018 года. За этот час его убачили больше 5 тысяч глядачов на 53 показах. Ганна Корольчук, Павел Антону, телерадиокомпания «Гомель». Проходили скрозь дымы и премьерали боевую вопротку. Гомельчане долучились до святкования Дня выротовальника. Но в Гомеле Каля-Лядового палаца для гостей подрихтовали выставу выротовальной техники, интерактивные пляцовки, показальные выступления и концерт. Детям и дорослым расповедали об правилах поводина у надзвучайных ситуациях и оказания первой допомоги. А кроме этого, у Гомельчан была могла отчуть себя соправным огнеборцам. Но в специальном обмундировании выротовальников пройти скрозь дымовую завесу. У нас появилась одна из таких интересных для детей. Игровая площадка называется «Электроника». Это своего рода как давно была такая игра «Ну погоди», которые ловили предметы. Дети смогут при помощи каски, шлема спасателя пожарного ловить мячики пинг-понг, тем самым учать ловкости. На гульновых локациях гости свята могли не только отрывать корыстную информацию, аллеи, зарабить специальные жетоны. Потом их можно было обменять на сувениры и солодкие прызы. Кажется, что ты в настоящем дыме вот ищешь эту игрушку. Это вообще классно так. В этом противогазе дышать. Мы здесь не в первый раз. Ну, в принципе, нравится этот праздник, конечно. Каждый год мы сюда приходим. Ну, сейчас уже пойдем смотреть технику. Хотя он уже видел ее. Вот, в принципе. Но сейчас попробуем на практике. Хотя бы АСВА здесь. А гэта и иншая новинка вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by На гэтым выпуск завершен. Дякую за увагу и до встречи у эфира. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Денег не было, но было сильное желание выпить пиво в компании знакомых пятничным вечером. У Мозыри с пневматическим пистолетом мужчина отважился на разбой. Моментом для нападения Мозырянин выбрал время приемки и сортировки товара с тыльной стороны магазина. Подошел к грузчику и, угрожая пистолетом, сначала вырвал у него из рук пластиковую бутылку пива, а затем потребовал отдать ему еще несколько двухлитровок. Работник вначале отказался, но, увидев в руках неизвестного пистолет, решил не сопротивляться. Спустя 15 минут сотрудники охраны нашли нападавшего неподалеку от места совершения преступления. Он и двое приятелей пили похищенное пиво. Пневматический пистолет был найден в ходе личного обыска задержанного, который, к слову, ранее судимый за кражу и злостное хулиганство, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение различных административных правонарушений. Подозреваемого в разбойном нападении мужчину задержали, а пистолет направили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. За прошедшую пятницу и выходные дни в Гомельской области выявлено 2581 нарушение правил дорожного движения. 36 человек были оштрафованы за то, что сели за руль в нетрезвом виде, чем подвергли себя и других участников дорожного движения опасности. 135 водителей попались инспектором за управление без прав. Не обошлось без ДТП. Накануне с кодостырением мужчина не удержался на мотоцикле, из-за чего вместе с пассажиром попал в больницу. На мотоцикле марки Кавасаки они двигались по улице Тимирязева в поселке Рассвет. Дорога имеет закругление, но водитель, видимо, желая похвастаться мощностью недавно купленного спортбайка, не стал снижать скорость. На закруглении дороги не справился с управлением транспортного средства, съехал в Киет, после чего совершил наезд на опору дорожного знака. В результате происшествия ехавшая в качестве пассажира 23-летняя девушка с травмами была доставлена в больницу. Мужчина был лишен водительского удостоверения еще в 2017 году. Страховки и допуска автотранспорта к участию в дорожном движении также у мотоциклиста не было. ГАИ призывает граждан хорошо подумать, прежде чем становиться пассажирами водителей, лишенных права управления, а также напоминает, что за вождение без прав предусмотрено административное наказание. Накануне в реанимацию Светлогорской районной больницы были доставлены двое несовершеннолетних детей. Обоим поставлен диагноз «острое отравление». Предварительно установлено, что два брата 10 и 6 лет вблизи дома в микрорайоне Березина употребили в пищу листья растения, происхождение которого не удалось установить. Медики провели все необходимые процедуры, взяты анализы. Дети находятся под наблюдением врачей. Родители в очередной раз призывают не оставлять малолетних без присмотра. Это все на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В Германии в городе Бохум завершился чемпионат Европы по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением слуха. Представители Гомельской области завоевали на турнире пять наград. Двукратным чемпионом континента стал Александр Майстренко. Спортсмен показал лучшие результаты в состязаниях по прыжкам в длину и тройном прыжке. Также в его активе две бронзы в прыжках в высоту и эстафетном беге четыре по сто метров. Роман Гралько выиграл серебро в прыжках в высоту. Он также остановился в шаге от пьедестала в тройном прыжке. Четвертое место. Завершилась стадия 1-16 финала Кубка Беларуси по футболу. В следующий раунд шагнули три представителя нашего региона. Футбольный клуб Гомель без труда справился со сморгонью. Зелено-белые забили ворота соперника четыре мяча. Отличились Шрамченко, Невалда, Болов и Квашук. Представитель первой лиги ответил одним голом. Кабачевский реализовал пенальти. В одной восьмой финала Гомелю в соперники досталась столичная Динамо. Игра пройдет в Минске. Мозырской славе оформить выход в следующий раунд стоило больших усилий. Основное время поединка Минчан-Кошель был точен с 11-метровой отметки. В дополнительное время славе удалось дожать соперника. Петренко и Мельников принесли победу мозырской дружине. 3-1. Соперник славе и в следующем раунде Витебск. Матч состоится в Мозыре. Гомельский локомотив в очередной раз подтвердил статус отличного кубкового бойца. Железнодорожники выбили из турнира представителя высшей лиги национального чемпионата. Городея ничего не смогла противопоставить гомельской команде на ее поле. Поражение 0-3. В составе локомотива отличились Вериденко, Соловей и Старостин. За путевку в четвертьфинал железнодорожники на домашнем газоне поспорят с солигорским шахтером. Поединки 1-8 финала Кубка Беларуси пройдут в ближайший уикенд 3-го и 4-го августа. Подвели итоги соревнований по конному спорту в областном центре. Проходили Олимпийские дни молодежи и открытый республиканский турнир по троеборью. Около 50 конных пар боролись за призы. По результатам гомельчане стали бронзовыми призерами в Олимпийских днях молодежи. Они уступили сборным Могилевской и Минской областей, которые заняли второе и первое места соответственно. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова